Ом Ти Ви Юей про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Для Європи. То есть вы считаете война, а не избор? Конечно, потому что вы же слышали поговорку. Русские долго запрягают, но быстро скачут. Привет і слава Україні! Да, ми попали на съезд российських антифашистів. Ну, по крайней мере, вони таким образом себя называють. Так вот, Владимир Путин, а нет, Владимир Вольфович Жириновський, другой кремлівський старец, на самом-то деле открыл большую страшную военную тайну, для чого вони устроили военну ескалацію і почему же вони грозят всему миру уничтожением. Иногда, конечно, полезно посмотреть даже самых отпетых генералів российських информационних войск. Подписуйтесь на мой ютюб канал. Меня зовут Роман Соболюк. Называєм здесь вещи своими именами. Ну, а сегодня, наконец-то, выясним, где современные нацисты. Вот эта поговорка, вторая часть быстро скачет, я уже вижу, как идет армада туда. Неизвестно откуда, неизвестно в какой форме, но Европе конец, США конец. Мы должны все решить сразу. Важное уточнение для армады, что скакать можно как на запад, так и на восток. За Урал. Здесь товарищи переживают, что на границах Российской Федерации украинская армия, армия стран НАТО, там их аж целых 30. И очень удивляются тому, что получается, что Россия с кем-то граничит, и это является для нее угрозой. В принципе, можно россиянам самим выкопать ров и наполнить его, нет, не водой с крокодилами. Эти только нефтью зальют. Но что же ценного здесь мы можем подчеркнуть? Главный смысл ближайшего противостояния – это то, что США испугаются. Они не хотят воевать, Николай Васильевич прав. И даже Европа. Поэтому вопрос, кто первый испугается? Воевать не хочет не только США, не только Европа. Украина тоже не хочет воевать. Хотя вы же знаете, Украина – это Запад. И в принципе, наш настрой абсолютно понятен. А эти товарищи берут Запад на слабо. Не знаю, после вот этого монолога, который был на самом-то деле пару дней назад, Европа настолько испугалась, особенно после угроз Владимира Жириновского уничтожить Лондон, что в Киеве приземлилось два баританских военно-транспортных самолета. И случайно, это совпадение, привезли нам противотанковые комплексы. Владимир Вольфович молодец. Он убеждает всех наших партнеров на Западе, что, помогая нам, они защищают себя. Гуд, Вальдемар? Гуд. Ну и, конечно же, Владимир Вольфович взрослеет и, кажется, теряет хватку. Как он говорит, эти армады отправятся в Европу в неизвестно какой форме, а решить проблему должна Россия. Круто. Ее можно купить в любом военторге. Мы не испугаемся. Испугаются они, и тогда они, как компромисс, сдают Украину. Конечно, конечно, этот процесс сдачи Украины ознаменовала посадка как раз вот этих двух военно-транспортных самолетов с оружием. Но что там мы, в смысле Россия, не испугается, а все остальные испугаются. Такое впечатление, что Владимир Вольфович Жириновский, знаете, чем занимается? Он, как человек уже в возрасте, и, возможно, думает о том, что пора в рай, хотя его могут туда и не взять. Ну, не знаю, с РПЦ он-то точно договорится. Хотя их самих не факт, что возьмут. Но смысл в другом. Что он хочет в рай? Он не один. Он хочет, очевидно, забрать весь актив ЛДПР, всех своих мальчиков молоденьких из бассейна, ну и российских военнослужащих. А как по-другому это интерпретировать? Следующий этап через месяц или через пять лет сдадут Европу. И последний этап сами поднимут руки вверх. Так что вопрос идет в этом плане. То есть все происходит по Владимиру Путину. Месяц назад Владимир Владимирович сказал, что Запад надо держать в напряжении. Вот они и держат. Вот она их схема. Вот она их трехходовочка. Гоп-стоп, развод. Мы тебя сейчас кокнем, если ты не сдашься. Ну, ребята, мы-то понимаем. Тот, кто сдается, тех они уничтожают в первую очередь. Не обязательно завтра начнется мощная война. Но, если они будут понимать, что все, уже в любой момент может быть отдан приказ о начале каких-то военных действий. Где-то там, в Европе, ближе или дальше. От границ России. Они дрогнут первые. С таким менталитетом россиянам пора начинать завидовать исландцам. Они живут на острове, и у них, кроме тюленей, других соседей нет. Хотя эти бы, наверное, и тюленям объявили бы войну. Видите, им сам факт наличия соседей уже не нравится. Они хотят, чтобы Европа была частью России. Вся Европа и вот этот вот опломб, вот эти вот амбиции, слушайте, но это реально сейчас играет в пользу Украине. Потому что спасибо, что они такие. Они откровенные, эталонные, я бы даже сказал сказочные фашисты, современные. Ну, по крайней мере, такой вывод можно сделать из заявлений, которые они делают в своих студиях. И это в России Путина является мейнстримом. Они не хотят воевать, не умеют, забыли. Им это не нужно совершенно. Поэтому они отступать начнут. Ведь что США теряют-то? Какая-то Украина, они ее знать не знают. И даже пол-Европы, там Польша и Прибалтика, следующий. Самое важное, что военная и военно-техническая поддержка Украины со стороны США только усилиться. Но когда они грозят тем же полякам, тем же литовцам, эстонцам, латвийцам, к чему-то все ведет. Но это же слушают не только граждане России. Вот эти вот вещи записывают, соответственно, представители этих стран. И как вы думаете, как они отреагируют? Поляки в этом плане, наверное, самые крутые. Потому что они, недолго думая, купили сразу F-35, самолеты пятого поколения. Ну, как раз вот для того, чтобы сценарий Владимира Жириновского на тему «дрогнут» был нереалистичен. В этом смысле жесткая позиция без войны приведет к получению того результата, на который мы рассчитываем. Если встать на сторону, давайте избежать войны, можно. Но мы будем всегда второстепенные. То есть это кремлевская разводка. Об этом говорит Жириновский. И на самом-то деле в этом смысл какой-то, очевидно, есть. Потому что все мы боимся войны, мы ее не хотим. Но еще раз, мой постулат простой. Хочешь мира, готовься к войне. И если ты декларируешь, что ты будешь захватчиков уничтожать, они же это тоже слышат. Понимаете? Они это слышат. И, соответственно, обменявшись вот этими вот намерениями, есть шанс, что все останется в сегодняшнем статус-кво на Земле. Субтитры сделал DimaTorzok